Готовилось невиданное, воистину гигантское сражение, в котором с обеих сторон участвовало более двух миллионов человек. В составе группы армий «Юг» южнее Курска находилось 445 тысяч человек и 1500 танков. Им противостоял Воронежский фронт «Ватутино» – 626 тысяч человек, 1700 танков. Группа армий «Центр» на севере насчитывала 332 тысячи человек и тысячу танков и самоходных орудий. Нацеленный против неё Центральный фронт Рокоссовского имел 712 тысяч человек и 1800 танков. Кроме того, в основании Курского выступа располагались позиции советских резервов, объединённых в Степной фронт под командованием Конева. «Рокоссовский» на севере находился в более выгодном положении. Танкоопасным здесь был лишь 90-километровый коридор в лесах северного фасы Курской дуги. Армии «Ватутино» напротив занимали позиции на Степной открытой местности. Здесь у немцев была полная свобода в выборе направления удара. Ватутин Николай Фёдорович – генерал армии. Один из самых талантливых советских полководцев. Его способности продумывать операции до мельчайших деталей высоко оценил противник. Немецкие командиры называли генерала «шахматист» или «гроссмейстер». Умер от ран, полученных в случайной перестрелке, с членами Украинской повстанческой армии в феврале 1944 года. Стихией Ватутина было наступление. Его звездным часом стала операция «Уран» по окружению сталинградской группировки. Теперь же, по иронии судьбы, ему предстояло командовать фронтом в крупнейшей оборонительной операции.